Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Ваягель. И сегодня мы говорим о Бицелеле, которому поручена невероятная работа. Мало того, что Всевышний вставил в него дух мудрости и умения работать со всеми материалами, и с деревом, и с металлом, и с камнями, в общем со всем. То он выполняя эту работу как мастер, он еще и делал духовно. Так Всевышний у него вставил все, что он душой понимал каждую вещь, он понимал сущность этой вещи, так он это делал. То есть это невозможно так в жизни. В 13 лет, чтобы человек был таким большим мастером, этим всем ремеслом учиться годами. Чтобы еще стать большим мастером, это еще не значит, что ты станешь им. Смотрите, что это за изделие. Он говорит, сделай ковчег. Мастер указывает размеры. Это мы можем понять, длина его, ковчега, сколько там идет, метр двадцать пять, грубо, два спинного локтя в длину. А ширина его и высота его по полтора локтя. Это получается по семьдесят пять сантиметров. Вот такой ящик изготовлен. Ничего, когда здесь удивительного нет. Но Всевышний пишет, что ты должен взять крышку. Хорошо, крышку. Подумаешь, прямоугольник кажется. И вместе с этой крышкой, из одной глыбы золотой, нужно было вырубить из нее кругов, которые находятся на самой крышке. И крылья их простираются от одного конца крышки к другому. То есть что-то невероятное. Два круга это в виде деток с крыльями. И заметьте, это не то, что выточить или возьми, делай форму, вылей в этой форме эти кругов, прикрепи их к крышке, прикрути, или приварили что. Нет. Вот взять и вырубить. И дело в том, что если мы знаем, что минору Машель тоже должен был сделать из одной глыбы, он не смог это сделать. Не смог, потому что очень, казалось бы, сложно. Но эта же крышка тоже высокая сложность. Это надо было такое зелье невероятное сделать, взять и вырубить. И он умудрился это сделать. И Машель не жалуется, что мы не можем взять крышку. И он сделал бицеллель. Теперь смотрите. Значит, крышка идет цельная, из куска золота. А сам ковчег сделан из дерева, из дерева шитим. Наши мудрецы говорят, сделали деревянный ящик. Понятно, деревянный ящик из дерева шитим. Это Акасия, как здесь переводят, или есть перевод, что это кедр шитим. Но она покрыта золотом со всех сторон. Значит, сделали два золотых ящика. В большой золотой ящик вставили этот ящик деревянный. И внутрь ящика деревянного вставили еще один золотой ящик. И получился со всех сторон он золотой. Хорошо. Теперь смотрим. Если мы читаем в Талмуде, что толщина крышки 7,5 см. Вот так. Как это можно понять? Наши мудрецы говорят, не сложно посчитать, что если умножить длину крышки в высоту ее и ширину, то получится то на 135 кг только сама крышка. Да еще были кровы. Это тоже золотое изделие сверху. Это тоже немало весит. Такое огромное изделие. Можем себе представить, если мы эту крышку должны были взять и поставить на ящик. Какой это деревянный ящик выдержит такую нагрузку? Не знаю, с этим икру можно 2 тонны весить на крышку. То есть это все удивительно. Это все вопросы, которые просто возникают в голове. Понимаешь, как это может быть? Если положить такой вес на деревянный ящик, неужели он выдержит? И бицерия это сделал. И все работало. И все выдержало. Теперь берем. Если это такое тяжелое изделие, то нужно было сделать кольца для переноски ковчега. Прикрутить его к ребрам этого ковчега по бокам. Четыре кольца. Два кольца. С одной стороны два. Другой. Золотые кольца. Все это чистое золото. И вставить в них шесты для переноски ковчега. Деревянные, покрытые золотом. Но какие шесты могут выдержать такой вес? Разве это возможно? Нет. Если взять что со Всевышним, то все у нас возможно. Потому что Всевышний взял, землю повесил, ни на чем пространство. Она висит, работает, крутится. И все работает. Все хорошо. Но если взять нашими человеческими мыслями, то никак. Потому что это просто шесты быть не могут. Какие-то бревна, чтобы поднять эти тонны. Тем более, что сами скрижали, они себе представляли кубик. Вот 50-50 на 50 сантиметров. Если две скрижали сложить, вот пространство внутри этого ковчега, вот мудрецы говорят, вот такой размер ковчега, что туда становились все эти скрижали. Там не было пустого места. Что ты встал крижали, их там не видно. Лежат какие-то маленькие. Нет. У него такие из-за мнения. И если посчитать так, то сапфир, он не будет сильно легким. Он такой плотный, камень много весит. то у нас парень знакомый ученый, он посчитал, что если взять такой кубик из афира, то он точно чуть ли не полтонны может весить. И наши мудрецы говорят, что ковчег сам носил своих носильщиков. Он летал. Носильщики просто были ему как приложение. Он летал. он шел три дня вперед. Мы шли с Таном. Он на три дня пути вперед. И он равнял нам дорогу. Он убивал наших врагов. Он убивал змеев, скорпионов, чтобы мы безопасно шли. Вот его задача была такая ковчега. То есть его охранять не надо. Вот такая у него была сила. Вот такое изделие сумел сделать бицелеп. Сыну рис, сын хура из колена ягуды. За что? Вот заслуга предков. Потому что Всевышний помнит добрые дела отцов на тысячи поколений потомков. Тем более такие заслуженные люди, как допустим взять его прадеда Калева. Он выстоял в разведке. И мы во вторе не знаем под именем Шуркали сын хитцрона. Мы же слышим Калев сын дефоне. Раби шном это какие благословенные памяти? Он говорит это имя означает выстоял в разведке. Потом Хур. Калев родил Хура. Хорошо. Вот это Хур это дедушка этого бицелеля. Чем он знаменит? Тора пишет о нем потом раз прерывает нету его. Он на горе идет с Огороном он остается всем народом ответственный. Молодой парень его ставят ответственным и с Огороном когда Маше на горе он ответственный с ним. В общем он везде он есть. Когда идет война с Омолеком он стоит с Огороном и поддерживает руки Маше. То есть очень сильная личность непростой человек. Когда потребовал народ сделать кельца что хуже сделал он прямо пришел и сказал что это идло поклонство и это делать нельзя он сразу восстал. Его убили. Толпа на него набросила за это он умер. То есть заслуживающий человек естественно награда им была в подарок вот такой внук Бицерель сын Ириц Мухура сын Калева и он сын Хитрона и он сын Переца и Перец сын Иуды как мы знаем Иуда сын Яков вот так так что все так просто не бывает. А на сегодня наш урок заканчивается Фира Бат Анна Геннадий Бен Лена Мойши Бен Маня Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Малка Руд Бат Соня Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Йосиф Бен Фрума Лер Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бат Хая Авива Ефим Бен Соня Май Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гая Бат Сарит Сара Бат Сара Мазл Парасас Гула Ирина Батури Арон Ребен Зарос Шедух Арон Ребен Двойра Низ Бен Ахум Авигаль Бат Сара Хана Бат Абрагам Рафаэль Эри Лей Бен Лариса Параса Ибрю Падир Бен Рая Марина Бат Рая Анна Бат Александра Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всего хорошего тем Коих здесь нет в нашем списке Кто меня просил Может где-то что-то забыл по списку Всем Бархам Параса Каванам Мазл то закончится срочно эта страшная война и до следующих встреч Надеюсь состоится завтра в 15 часов Шаллум